К вопросам тогда? Чё? К вопросам тогда? Да, к вопросам. Как будете бороться с бюрократией? В бюрократии самая простая борьба с ней это открытый мир. Ну вот представьте себе, если все документы, которые печатаются в любом ведомстве, они тут же, даже в виде черновиков, находят свое отражение в облаке, в которое может зайти любой человек. Если каждый может зайти и посмотреть через веб-камеру, где чем занимается бюрократ, то бюрократия автоматически исчезает. Ну как она будет работать с бюрократией? Бюрократия там существует, где человек желает как можно меньше трудиться и забюрокрачивает сам процесс, чтобы вообще невозможно было ничего сделать и докопаться. Чисто формально исполняет свои обязанности. Когда мы видим мгновенно на экране все, что он делает, и видим через веб-камеру и через микрофон, слышим, что он там говорит, кому все, всякие бюрократические вещи будут сразу же наказываться. Причем наказываться самим населением. Вы же понимаете, там сразу поднимается крик, истерика. Может быть, когда-то и зря. Может быть, когда-то мы перегнем палку, и многие люди, которые попадут в начале под раздачу, они попадут. Ну это будет результат детской болезни. Детской болезни информационного мира. Потом информационный мир вырастет, станет более взрослым. И этого не будет. Ну кто-то в результате детской болезни пострадает. Ну его же не к стенке поставят, его не расстреляют. Ну да, ну кого-то обидят. Ну сейчас вот сажают почем зря, пачками. Я не знаю, что с людьми делают. И они как-то сильно не обижаются. Как он в этом... Убить дракона. Жестоко, но справедливо. Помнишь? По яйцам. На! Жестоко, но справедливо. Он же орден дал. Спрашивают снова про проект Венера. Уже не первый раз. Мы как-то отдельно хотели поговорить об этом. Напомни, давай. Потому что несколько проектов, не только Венера, а вот то, что в Италии творится, и многие другие вещи. Они интересны. Как-то нужно об этом поговорить. Надо начинать с себя. Конечно, надо начинать с себя, безусловно. Но не только надо начинать с себя. Когда говорят, что надо начинать с себя, это обычно говорят руководители. Такие, да, вот надо нам начинать с себя, имея в виду народ, сейчас народ начнет. Вовсе нет. Надо начинать с первых лиц. Конечно. Но для того, чтобы начать с первых лиц, надо вначале убрать этих, которые никогда с себя не начнут. Чтобы там появились другие. Те, которые начнут, которые вынуждены. Вот они не будут хотеть. Вот вы представьте себе, я куда-то приду, буду работать. Вы что думаете, мне будет приятно, что у меня камера висит, микрофон стоит? Конечно, нет. Но я уверяю, что я научусь работать. Что я заставлю себя работать в этих условиях. И заставлю всех работать в этих условиях. Потому что я буду в таких условиях, а не по-другому, чтобы пошли они нафиг. Я понимаю, что это неприятно. Но нам некуда деваться. Или тогда государство опять всех задавит. Нам нельзя давать дыхнуть государству. Нам надо держать его за яблочко. Чтобы оно чуть-чуть только вдыхало, чтобы не могло подохнуть. Ну и чтобы оно полноценно жить не могло. Потому что как только оно чувствует хоть какую-то свободу, она начинает душить народ. Вот народ должен поэтому душить это государство. Спрашивают прогноз по Казахстану снова. Ну мы говорили про Казахстан. Вчера там все началось. Там все началось. Нужно ждать последствий того, что началось. Будем ждать действий Назарбаева. Самое дурацкое действие сейчас, что он начнет всех там собирать. Я имею ввиду своих администраторов. Накачивать, как бороться с экстремистами и так далее. Эти администраторы на местах начнут там акимы бороться. Ну и так далее. То есть будет это все доведено до абсурда. В результате будет взрыв такой, что мам не горюй. У нас он не спрашивает, не консультируется. Так мы могли, конечно, проконсультировать. Как сделать, чтобы снять напряженность. То есть несколько моментов, которые можно было бы включить. Но сейчас, я честно скажу, уже поздняк метаться. То есть да, как-то можно там парни немножко спустить. Но уже раньше надо было делать. Раньше. Пишет, что у нас наличка 22% от денежной массы. А в развитых странах в среднем 7. Я думаю, что у нас налички больше. Потому что у нас многие вещи абсолютно не учитываются. Вячеслав Эфир из квартиры Володина. Нет. Я думаю, что в квартире Володина... Обстановка побогаче. Побогаче, да. Пишет, что у меня сейчас налички нет. Вы не единственный такой. Так. Будет ли обесцениваться рубль? Ну, безусловно, конечно, будет обесцениваться. А где вот хоть малейшее основание считать, что есть какая-то база, на которую он может опереться. Вот до этого он опирался на нефть, на газ. Ну, сегодня мы вам прочитали и сами узнали, что на 30% газ, на больше, чем на 50% нефть свалились. Доходы. На что он будет опираться? Спрашивают, кто голосовал, пароли надо менять. Если вы используете один и тот же пароль для регистрации на наволне переменной, там, я не знаю, для почты или еще чего-то, то да, конечно, лучше поменять. Если у вас разные пароли, то нет. Володин проект Мальцева пишет. Да вы знаете, как бы и Володин, и Мальцев не были проектом Господа Бога. Вот странная на самом деле ситуация. Странная. Когда-нибудь мы поговорим об этом. Ведь мы же не только Володина и Мальцева видим сейчас в современной российской политике. очень серьезные точки напряжения, да, вот мы видим еще, по крайней мере, одного человека, который из этой же компании, да, и все буквально антагонисты стали, да, вроде как мы же с собой общались, стали антагонистами. Они хорошо друг друга знают, знают, что можно друг от друга ожидать, и так затаились, затаились. Я наиболее разговорчивый из всех, поэтому посмотрим. Вячеслав, бываете ли вы в местах силы? Ну, смотря что имеется в виду, для каждого, так сказать, представителя разных конфессий, места силы разные. Ну, если с языческой точки зрения места силы, которые язычники считают, да, конечно, и даже очень часто, ну, чисто так вот, даже случайно, что, ну, не случайно, а по необходимости, потому что я не могу минуть эти места силы, потому что, ну, бывает там, ну, для православного человека место силы – это храм, да, в храмах я тоже бываю, ну, и так далее. То есть, ну, есть природные какие-то места силы, по которым ты понимаешь, что это, вот оно, откуда прям энергия идет. Вот, кстати, такое место в Саратове – это кумысные поляны, где, кстати, Радаев там домишко-то построил, да, вот место силы прям настоящее такое. Переименуем ли должность президента в верховный правитель России? Спрашивают, переименуем ли должность президента в верховный правитель России? А не должно быть никаких верховных правителей, нафиг они нужны? Лидеры, цари, верховный правитель, да не нужен никто. Зачем? И некоторое время может быть диктатор, прям так даже его назвать, тиран, диктатор, как угодно, чтобы все знали, это сволочь, вот, слава мальцам, диктатор. Вот он будет сволочью там пять лет и уйдет потом нафиг пинком под зад и все, и вы больше его не увидите никогда и не найдете. Будет там сидеть, что-нибудь писать, сделает грязную, чудовищную работу и свалит. Но все должны понимать, что это не благодетель. Ну да, ну это вот, это как хирург такой, вот он пришел там, разрезал, кровь пустил, пришил, что-то убрал там, что-то ампутировал. Ну да, ну с одной стороны, ну спасибо ему, но с другой стороны, вот как-то, как-то так. Как-то больно. Как-то больно, да, поэтому не надо это. Мать, ты задолбал путинских в сатанисты записывать. Мы, конечно, жертвуем морали в пользу рациональности или выгоды, но такой хуй ты никогда не творим. Они просто скобли. Нет, конечно, ну какие путинцы сатанисты? Ну большинство дураки кончены. А вы же знаете, у сатанистов главным грехом является глупость. Вот Радаев точно не сатанист. Они бы его не взяли даже к себе. Сказали, ты кто Радаев, пошел ты и деканат перетягивай. Есть отдельные, конечно, сатанисты. И мы их знаем, кстати, неплохо. А так-то, ну, согласен. С вами согласен. Будет ли война с Китаем? Война с Китаем, это надо спрашивать у китайцев. Если вы Джимин Джибао прочитаете, да, то они ее назначили на 55-й год нынешнего столетия. Ну, то есть, осталось совсем немного. Ну, то есть, они к ней готовятся. Мы ее не хотим, но нам придется к ней готовиться, если они к ней готовятся. Ну, правильно же? То есть, странная ситуация. Путин готовится дружить с Китаем, а Китай готовится воевать с Россией. Вот что у человека в башке? Золотой ли унитаз у Путина? Не знаю. Я как-то к Путину в унитаз не ходил, не заглядывал. Ты не зацикливайся на Радаеве-то. Нет, ну, это как пример особый, так сказать, особого интеллекта, одаренности особой. Будет ли РФ выплачивать репарации? Смотря за что. И смотря ко мне. Будет ли централизована гражданская авиация и возрождено Министерство гражданской авиации? Ну, Министерство, безусловно. Централизовывать гражданскую авиацию, я думаю, нет смысла. Наоборот, чем больше разных, тем лучше. То есть, частные структуры должны быть. Да, может быть, какое-то время аварийность, может быть, не понизится, а где-то даже повысится. Ну, что, ну, люди должны летать. Если они хотят летать, мы не можем им запретить летать. И там все это забюрократизировать. Вот ты сделал из бензопилы самолет и не можешь это лететь. Да лети ты, Господи. Ну, что и кару крылья отрезать? Ну, да, кто-то может навернуться. Да. Ну, а мы имеем право... Вот представь, вот Лилиенталь там вышел бы вот со своими этими крыльями и сказали, слышь, вот ты не можешь на этой штуке летать. Мы тут вот в этой германской земле, где он там разбился-то, на Рейне. Мы тут вот собрались, этот Ландстаг наш местный, да, и решили, что ты вот-то Лилиенталь не можешь летать. Ты что, он бы сказал, ребят, идите нахер. Или там братья Райт, или кто-то. Ну, кто-то делает из бензопилы что-то, пусть летит. Ну, это его право. Экскурсии к Путину будут платные. Хорошая мысль, кстати, поправить бюджет. Очень неплохая такая. Мальцы, вы смотрели сериал «Слуга народа»? Если нет, обязательно посмотрите. Не, не смотрел даже. Я как-то сериал не смотрю, у меня на это время нет. Вы сказали, что после 5-го, 11-го отделите Кавказ. Что будет с русскими, которые на тот момент останутся там? Ну, во-первых, мы не говорили, что отделим. Мы говорим, что Кавказ должен быть свободным от России. А Россия от Кавказа, кроме всего прочего, вы посмотрите, какое количество русских проживает там. Это единицы. У нас есть возможность этим единицам помочь и предоставить им любое жилье в любом месте в России. Любую работу, любую поддержку. Ну, такое незначительное количество людей. Здесь гораздо больше у нас убежит в разные стороны. Всяких клоунов, да? Побросав и квартиры, и дома, и дворцы, и все, что хочешь. Слава, как ты относишься к снам? Очень трепетно я отношусь к снам. Очень трепетно, потому что они у меня часто сбываются. Часто я вижу во сне то, что потом случается в будущем. Поэтому очень трепетно отношусь. И у меня даже есть методы, как сделать, если что-то плохое приснилось, как сделать, чтобы это не сбылось. Как, на ваш взгляд, возможно ли финансирование террористов по всему миру путинским режимам для достижения высоких цен на нефть? Да нет, они не настолько вот, как бы, не такие сатанисты, как тут написали. Конечно, во-первых, они, те денежки, которые на что-то выделяют, они все разворовываются. Вова это прекрасно знает. Вот представьте, Вова через свою эту гбуху, через своего этого Фродкова, там, внешняя разведка, придумал бы систему передачи денег на финансирование ИГИЛ. Как ты думаешь, куда бы эти деньги ушли? На виланчели, конечно, только не путинские, а фродковские виланчели и каких других. Вова же это прекрасно понимает. Он патологически жаден. Поэтому понимает, что если украдет не он, значит, украдут другие. И он... А зачем это ему нужно? Взлом сайта Парнаса показал, что электронные деньги – это ненадежный инструмент, лишающий право на частную жизнь. В доле секунды можно стать никем, потеряв все. А как ты можешь? Электронные деньги потерять нельзя, представляете? Это можно потерять какие-то криптовалюты или еще что. А электронные деньги никак, потому что их нет, их нельзя украсть. Да, их можно куда-то перевезти, они тут же вернутся назад, если вдруг был какой-то платеж, произведен неправильно. Никак, ничего. Потому что что можно на эти деньги купить? То есть куда их можно деть? Их нельзя перевезти, электронные деньги в бумажные. То есть у людей, представление старое, такое не думают, вот когда есть электронные деньги, есть некие другие еще бумажные, что можно взять и что-то на эти деньги какие-то бумажки рассовать по карману и побежать прятаться в Бразилию. Не получится, ребят, никак не получится. С электронными деньгами вот такая штука не проходит и через сто лет будет видно. Вся эта картина будет видна и через сто лет. Потому что это бухгалтеру трудно сработать, там что-то найти, там ревизору трудно, и то не трудно. Да, машина это через секунду все вернет на круги своя. Так. Ну что, все, будем заканчивать? Да, время подходит. Сделываете ли Саратов столицей? Слава матом ругаются, танисты это сокровенные слова. А я слышал много раз, что говорили наоборот, что матом как бы отгоняют, черта отгоняют. Ну, в России всегда же так принято, что матерные слова отгоняют черта. Поэтому Саратов столица, ну и Таяцков делал Саратов столица по Волжье. А мы называли Саратов столица попозже. Помнишь такое выражение было? Тогда было интересно в этой, в Испании при въезде в Аликанте внизу было написано Аликанте столица по Волжье. Там Аликанте по, ну, латиница, а внизу столица по Волжье. Ну, потому что много там наших людей проживало. Поэтому нет, конечно, Саратов ни в коей мере не может быть столицей России и не должен быть, и нафига это нужно. Столицу очень было бы, конечно, хорошо где-то построить отдельно. Это был бы самым лучшим вариантом. На пустом месте с огромными дорогами там шириной по 200 метров. Ну, чтобы не было скученности. Вот для этих целей вполне могли бы подойти там, я не знаю, какие-то степи там заволжские, не обязательно в Саратове, там могли, в Самаре и где угодно. Но это уже как бы дело отдаленного будущего. Стрелкову нужно валить уже вчера. А зачем Стрелкову валить-то? Ну, вы что? Не нужно валить Стрелкову. Стрелков еще будет очень хорошую службу сыграть. Нам сослужит, когда будем разбираться с Вовой в жесткой форме. Так что Стрелков очень в данном случае будет положительную роль сыграть и вполне допускаю, что отмолят свои те грехи. И я думаю, что многие еще его простят. Если он правильно поступит, если он здесь правильно выберет так сказать правильную сторону. Ну, мы же понимаем, что Путин он в любом случае не выберет. Он его уже однажды выбрал. И вот результат. Представляешь, как он себя проклинает сам Стрелков? Он может себе что угодно говорить, что он там забнит Нарворосию за то, сё. Но каждый раз, когда он эту речь внутри себя заканчивает и говорит, какой же я, что связался с этим Вовой. Вот, что он каждый раз себе говорит. Каждый раз. Поэтому мы говорим о милости просим. Вот связаться можно с Вовой, но уже в другом качестве, так сказать, в роли оппонента. С удовольствием. Спрашивают, где дадим гектар земли Путину и Медведю. Можно на Марсе, конечно, туда. Маск отправляет, собирает с кого-то. Путин с Медведевым отправить на Марс. Ну, если водить к ним экскурсии, тогда на Антарктиду куда-нибудь. Нормально. Ну, ты зачем? Тут экскурсии очень далеко будет вообще. Ну, на Марс дальше. Ну, вот, Ванга писала про мавзолей, да, что там будет в этом. Будет находиться в мавзолее, пить ему не будут давать, а будут только поливаться, и эти плевки будут его водой, там, и так далее. Страшности какие-то. Я не могу без отвращения все это читать. но это говорят предсказания Ванги как раз вот по поводу того, что будет с Вовой. Я уж не знаю. Не могу комментировать, потому что у меня волосы на голове дыбом стоят, когда я это читаю. Пишет, репарациям нет, пусть держится. Путин ограбитый Марс пишет, да, тут бывает. Столицу на Тотском полигоне. Ну, прикалываюсь, имея в виду применение ядерного оружия на Тотском полигоне. Я, кстати, не думаю, что там хоть сейчас какие-то последствия радиации осталось. Слава ты, бородатая чудила. Очень хорошо, очень весело в день рождения. Бородатая чудила. На самом деле, это, нужно понимать, что это не оскорбление. Это так, вот, некоторые вещи, которые иногда тролли пишут, думая, там, как-то, приколоться или оскорбить даже, они не понимают, что, вот, ну, это поощрение такое, да, слава, бородатая чудила. Это классно. Как, где-нибудь обязательно в какой-нибудь книге посетителей, что-нибудь там, в музее или где, написав там, что вот, там, что-то понравилось или не понравилось, я подпишу обязательно бородатая чудила, а может быть, и на букву я вам прям подпишу. Очень хорошее название. Поздравляю, Вячеслав, здоровья, всех благ. Спасибо, и вам не хворать. В общем-то, я думаю, что прорвемся вместе. Мальцев, Соловьев и Камикадзе сделали вам подарок. А какой подарок, я не знаю. Мы в дороге, мы ничего не знаем, потом узнаем, что будет с вывезенными с Донбасса предприятиями? Ну, то, что увезли вернем, конечно, вообще, без вопросов. Слава, будете сажать или расстреливать за советскую символику, спасибо Бога. А чем кому-то советская символика не нравится? Пусть будет. Чем вот советская символика, что плохого она кому-то может сделать? Ну, есть там, висит там молоток с серпом, ну, и пусть висит молоток с серпом. Что плохого в молотке с серпом в самом по себе? Когда это используют для того, чтобы сейчас всех закабалить? Когда это дается вместо хлеба им такой вот псевдопатриотизм? Ребята, мы не можем вас ничем накормить, кроме вонючего патриотизма путинского, да, вот-вот, хавайте вот это говно, понимаешь? Тогда, да, и тогда у них все. Я пример приводил, когда Путин и его Котла были авторами закона проекта о знамени Победы. Вы погуглите, посмотрите, это 2005, что ли, год, или 2004, когда предложили не использовать красные знамена вообще, а использовать только знамя Победы в виде полотна, на котором изображена белая звезда, такая американская, да, белого цвета звезда, все, больше ничего, красное полотно, путинский закон, погуглите, это не я придумал, я заставил Саратовскую областную думу проголосовать против этой фигни, чтобы ни в коем случае это не прошло в Госдуме и в нескольких регионах, только за счет регионов это не прошло, потому что разослали по регионам, там в каждом регионе по такому Мальцеву, ну или там может быть коммунисты еще выступали против, и смогли мы это все затормозить, а это Вова был инициатором вот этого говна, а теперь он самый главный патриот, их носится везде с красными знаменами, зачем? Ну потому что ему сейчас вот это выгодно, так что спасибо большое, что вы нас посмотрели, я рад, что у нас получился эфир, потому что ну как-то вот на совсем новой аппаратуре как-то мы да, вот пишет стяк Люцифера, да, вот тот красный с белой звездой это именно стяк Люцифера, почему мы и говорили, что это сатанисты только могут придумать, более того, это то самое знамя, которое присутствовало на мачте различных пиратов, которые так сказать входили в орден красного дракона, то есть станистка белая пятиконечная звезда в особом, боком так она не двумя рогами вверх, а как-то вот так чуть-чуть боком и значит и красное полотнище это вот как раз их был такой пиратов верно вы подметили то есть люди грамотные спасибо большое что вы нас смотрите завтра мы постараемся хотя мы в дороге продолжить эфир и в общем-то подписывайтесь на канал подписывайтесь на наш запасной канал на нашу страницу вконтакте все ссылки в описании всем спасибо спасибо большое до свидания до свидания до свидания